А всем хай написал программку PIL-MIL для радиусного паза. Как я это сделал? По параметрам. Решетка 1. Стартовый угол. Это здесь на рисунке вот здесь. Стартовый угол. Второй. Это шаг. Вот решетка 2. Шаг. Тут большой шаг, чтобы лучше видно было. Третий конечный. Тут 180, но я здесь нарисовал здесь третий. Четвертый. Радиус наружный. Вот этот. Самый большой. Пятый. Ширина паза. Седьмой. Радиус инструмента. Восьмой. Зазор подхода. Десятый. Быстрая подача. Одиннадцатый. Рабочая подача. Эта подача работает на опускание инструмента. Он становится Z1. А Z1 опускается на этой подачи на глубину. Почему я глубину не набрал? Решетка 6. Глубина паза. Решетку 6. Тринадцатый. Это рассчитывается точка захода. Здесь четырнадцатая. Радиус прохода по наружному. Радиусу 16. По внутреннему радиусу. Здесь идет радиус. Семнадцатый. Тут его нету. У меня идет начальный угол. А потом прибавляется к нему шаг. И фрезеруется. Если у меня будет последний угол этот. То он отфрезерует вот сюда. Поэтому. Для практического применения. Я от решетки 3. Отнимаю решетку 2. Это семнадцатый. И уже шаги сравниваю с семнадцатым. С семнадцатой решеткой. Ну, вроде все. А, в полярных координатах рассчитывается. Ноль должен быть здесь. Смотрим. Вот что получилось. Тут шаг 10 градусов побольше. Вот. Победение и подача. Чтобы было видно, что металл загружается. Сейчас я уберу это дело. Вот он проходит первый шаг. По радиусу идет. Возвращается сюда. И переходит на следующий шаг. Идет следующий шаг. Возвращается. И вот до сюда. И идет. Теперь, ну, чтобы он в металл не загружался. Первый надо сделать. Теперь 10 градусов. Чего-то больше подачу. Хорошо. Так, кстати, у него есть английский язык. Язык интерфейса. English. Хотел поменять тему координат. Сделать по серии. И делаем, например, 10. Так, побольше сделаем. Здесь делаем 360. РТУДАП. Так что даже может все колечко отработать. Это все, что я хотел вам показать. Всем удачи. Пользуйтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.